Доброго времени суток. Недавно мы обсуждали разные модели Теслы, в том числе и Кибертрак. Ну вот хочется сравнить теслятский Кибертрак с его ближайшим конкурентом электропикапом Ravion R1T. Это тоже довольно прикольная машина и поэтому есть на что поглядеть. Вот написано на сайте Export Design. Давайте поглядим, как он выглядит. Вот у него, по всей видимости, фары. Вот они какие. Да нет, это не фары, это пергабы. Фары у него вот и вот. Наверное, тоже диодные. Вот он внутри. Такой классический дизайн, но, правда, с дисплеями, как нынче модно. Вот один дисплей, вот второй. Вот его салон на пять мест. Вот сзади три места. Вот тут как красиво все сделано. Вот еще раз его приборная панель, но немножко с другого ракурса. Вот он стоит на штекере. Заряжается. И у него прямо такой огромный зеленый индикатор, который включается вместо фары. Наверное, когда он стоит на зарядке, не иначе. И вот здесь написано Explore Utility. То есть, изучи его утилитарность. Давайте изучим. Вот смотрите, тут у него тентик такой довольно хороший. Правда, с таким тентиком ездить, я подозреваю, нельзя. Все-таки этот тентик, видимо, ставится только стоя. По крайней мере, верхняя часть. Насчет нижней части не знаю. Вот тут такой своеобразный багажник сделан, что тоже весьма удобно. Называется Gear Tunnel. Почему Gear? Я не знаю. Gear это передача. А вот это, конечно, угар. Запаска у него находится внутри кузова. Только представьте себе, если ваш кузов загружен, а вы спустили колесо. Получается, нужно будет разгружать и загружать всю машину. В ливень, 20 градусный мороз и так далее. Чтобы просто поменять колесо. Это, ребятки, дурдом. Вот реальный дурдом. А вот у него шторка поверх кузова. И вот так ставится тот самый тентик. Видимо, это палатка. Не иначе. А вот она разложена. Так это получается, что она поверх кузова. А вот с великами, пожалуй, получилось неплохо. Но опять же, пока не спустят колесо. А когда пробьет колесо, придется их снимать, чтобы просто его поменять. Вот тот самый штекер зарядки. Я уж не знаю, какого он типа. Но выглядит, конечно, потрясающе. И да, еще обращу внимание вот на габаритку заднюю. Опять же, габаритка во весь зад, это неправильно. Вот этих габариток, которые по краям, вполне бы хватило. А вот эту, пожалуй, можно использовать в качестве стоп-сигнала. Для этого нужно просто кое-какие проводочки поменять местами. Вот еще один раздел. Export Capability. Неплохо он так через лужу проскакивает. Но лужа-то не глубокая. И вот написано, низкий центр тяжести. Что ж, это весьма удобно. Вот он где-то там, не то в Детройте, не то еще где. Но он все-таки родом из штата Мичиган. Так что, наверное, там где-то фотка сделана. Ну что, а вот и характеристики. К сожалению, они даны в дюймах, футах и так далее. Так что, не придется их перевести в миллиметры, в метры и так далее. Ну вот, смотрите. 79 дюймов, это около двух метров ширина. Длина у него 217 дюймов. То есть, порядка пяти с половиной метров. Поехали дальше. Смотрим. Вот он какой. Значит, колесная база 135 дюймов. Это 3,300 в миллиметрах. Внутренняя ширина клеи 67 дюймов. Это получается где-то метр семьдесят. Автономность, как заявлено, до 400 миль. Это 640 километров. Ну, знаете, я не удивлюсь, что 20 процентов можно будет вычесть. И вот до 60 миль, то есть до 96 километров в час, разгоняется за 3 секунды. Мощность всех четырех моторов до 750 лошадиных сил. Мотора у него, между прочим, четыре. Вот футы на фунты надо будет еще пересчитывать в ньютон-метры. Вот. И вот объем того самого гиртуннеля, шестереночного туннеля, ха-ха-ха. Того маленького багажника под кузовом. Сколько-то? Двенадцать кубических футов. Ну, это полкуба метра почти что. И вот смотрим дальше. Просвет. Четырнадцать с половиной дюймов. То есть, где-то 360-370 миллиметров. И water fording. Водная преграда. То есть, глубина брода. Написано 42,7 дюйма. Иначе говоря, 108 сантиметров. Чего-то это неплохо для электромобиля. Но я бы, например, не рискнул лезть на электромобиле в такую глубокую лужу. Да на дизельном-то внедорожнике. Без специальной подготовки. Делать такое крайне опасно. Можно и гидру поймать. Так. Буксируемый прицеп. Одиннадцать тысяч фунтов. А сколько это в килограммах? А это почти пять тонн. Четыре тысячи девятьсот пятьдесят килограмм. И что приятно. Вот три типа батареи. Сто пять, сто тридцать пять и сто восемьдесят киловатт-часов. И вот. Разные фотки. И так далее. Надо сказать, тут указаны далеко не все характеристики, которые входят в краткую характеристику машины. Тут, например, не указана полезная нагрузка в кузове. Что, конечно, тоже довольно странно. Кстати, кому непонятно, четыреста сухопутных миль – это шестьсот сорок километров. Ну вот, у него еще есть родной брат. Видимо, сделанный на единой модульной платформе. Вот. Может быть, я о нем, конечно, расскажу потом. Но, видите, практически полностью совпадает с этим пикапом. Да, и вот, видите, какой он. Видимо, не сильно-то отличается. Они друг от друга почти никак не отличаются. Незначительно только по длине, да и вот по внешности. Ну что ж, я думаю, нужно поглядеть видео этого агрегата. И вот я использую YouTube-канал «Лови момент» для этого. Украду немножко оттуда видосиков. Вот, собственно, вот, посмотрите, он поехал. А вот это – та самая единая модульная платформа, на которой он создается. Видите, рама на всю ширину машины. Посмотрите, как оно. И вот версия кузова. Надо сказать, неплохо придумано. Вот тут еще Ford F-150 сверху, но такого еще пока в серию не поступало. И вот, говорят, по 200 лошадиных сил каждый. Но там немножко ошиблись. Все-таки у него мощность-то поменьше. И вот он через лужу, но не очень глубоко, а вот он дрифтит. Нормально так. Неплохая проходимость. Вот он по Гавальду под снегом едет. А вот и на сухой летней американской дороге. Кенгуретник тоже неплохой, надо сказать. И вот три версии его аккумуляторов. Вот как он сзади. 350 мм просвета. Даже больше немножко, чем 350. И вот, кстати, смотрите. Вот этот самый гиртуннель. А вот передний багажник. Вот куда надо было запаску-то укладывать. А не в кузов какой-то. И вот снова он же. Вообще запаску можно было сделать внешнюю. Хотя это было бы неуклюже, но зато крайне удобно. И вот его родной братец. А вот и он поехал. А теперь просто полюбуйтесь этим агрегатом со всех ракурсов. Собственно говоря, вот он спереди, сзади. Вот он по дороге красиво так. Ну что ж, теперь посмотрим, какова цена на это чудо американского автопрома. Смотрите-ка. Кто-то его уже готов к нам привезти. И вот в какой интересной версии. Наверное, в самой скромной. Он стоит 7287. Ну что ж, тот же Dodge Ram, если привезти к нам, он будет стоить примерно столько же. Естественно, новый. При этом обладает куда меньшими характеристиками. И вот тут, наверное, в разных версиях он стоит по-разному. Вот. Собственно говоря, не сказано тут в какой именно версии, но, наверное, в самой простой. Он стоит 7300. Ну что ж, это вполне такая себе цена для нового пикапа. С такими-то характеристиками. Вероятно, отмена таможенных пошлин на электромобиле сыграла свою роль. Потому что, сами понимаете, пошлина была бы на такую машину огромная. Ну, а теперь посмотрим, какой же на него налог. Ну, у нас с этим делом порядочный федерализм. Вот. Транспортный налог на грузовые автомобили. А ведь пикапы у нас регистрируются как грузовики. Значит, любую из этих цифр умножаем на 750. Ну вот. Пикапы у нас же как грузовики регистрируются. И вот, пожалуйста. Значит, будет довольно большой налог. Но все же зато и агрегат какой. В конце концов, на 400-сильный Порш Каен налог будет ровно такой же. Ну что, а теперь переходим к ближайшему конкуренту Райвена. Это уже всеми высмеянный кибертрак. Ну, кстати, смеяться над ним порой грешно. Хотя, действительно, забавная машина. Вот, посмотрите на него, как он выглядит. Довольно-таки прикольно. Но, еще прикольнее внутри. Вот я уже как-то показывал его фотографии. Ну, вот вам еще вот эта та самая парелька. А вот его салон сбоку. Ну, вот это просто открытый кузов со спрятанной аппарелькой. Ну, вот это он с прицепом. Но непонятно, существует ли вообще такой прицеп. И вот снова. Вот. А сейчас покажу тот самый тентик. Вот. И вот тентик. Очень красивый. Да, что-то скачет тут. Изображение. Да, вот. Смотрите, как удобно. Ну, ладно. А вот, собственно, его та самая габаритка из стоп-сигнал 2 в 1. Это, конечно, все-таки не очень хорошо. Все-таки габариты от стоп-сигналов должны быть отделены. А вот его конструкция. Как мы видим, это не классическая рама. Это пространственная рама, так называемый экзоскелет. Потому что вот эта, часть крыши сверху, это тоже продолжение рамы. Здесь, конечно, они постарались потрясающе. Опередили всяких тюнингеров. Кстати, как вот уже показывалось на многих видео, стекла тут бронированы. Конечно, разбить его можно, но оно не разобьется целиком, что, конечно, приятно. И, кстати, даже из пистолета, говорят, не пробивается. Хотя, конечно, это в томатной очереди оно не выдержит. Но, впрочем, знаете, там уже равену таких стекол не снилось. Да, вот еще салон. И, опять же, вот этот тентик. Не знаю, можно ли с ним ездить. Вот был кузов открытый. Вот он закрытый шторкой. Вот, с прицепа машинка поехала. А вот эта самая парелька, которая не была еще ни на одном пикапе. Вот, собственно, характеристики, предоставленные самим производителем. Вот написано, что да, до 96 км в час, меньше, чем за 3 секунды. Автономность 500 миль, то есть 800 км. Ну, можно вычесть процентов 20, как всегда. У него три мотора, в отличие от Райвина. У Райвина их 4, а тут всего 3. Даже непонятно, сколько из них где. Один спереди и два сзади, или же наоборот. Объем кузова 100 кубических футов. Чуть больше 3 кубометров. Вот длина кузова у него. То есть, погрузочного пространства. 6,5 футов это порядка 2 метров. Неплохо, неплохо. И еще и 14 тысяч фунтов. Вес прицепа 14 тысяч фунтов. Это больше 6 тонн. Автопилот. Пневмоподвеска, надо же. Вот у Райвина пневмоподвески нет. И просвет. 16 дюймов. То есть, это 40 сантиметров. Угол подъема 35 градусов. Причем-то угол спуска 28 градусов. Странно, почему именно 28 градусов? Но вот так вот дела обстоят. Кстати, стоит добавить вот габаритные характеристики. Ширина, высота. Высота меньше 2 метров. Ширина чуть больше 2 метров. А длина почти 6. Надо же. Хорошая такая машинка-то. Длинная, большая. А вот, собственно, как иногда может выглядеть этот тесляк, когда его фотошипят. Хотя, конечно, машинка на пневме. Так что просвет она действительно может менять. Ну да, кстати, вот эта картинка, которую я уже показывал. Так, ну а это мы уже все видели. Зачем-то колпаки добавлены. Оу! Черный цвет. О, а вот это уже с приколом. Да еще и двойные мосты. Ну, это, мне кажется, все, конечно, приколы. Но все равно прикольно. О! А вот та самая аппаралька. О, а вот уже едет по дороге. А вот, смотрите, вот те самые стекла, которые так и не удалось разбить. Они, конечно, разбились. Но не до конца. Только вмятины видны. Конечно, если стекла бронированные, многослойные, то почему бы и нет. А вот так этот тесляцкий пикап должен был выглядеть первоначально. Но этот проект так и остался проектом. А вот еще один проект, который так и остался проектом. А вот тот самый колпак на колесо. Собственно, над которым очень сильно смеются. Причем это именно колпак, это не дискант. А вот, кстати, еще один такой посаженный вариант. Но это явный фотошоп. А вот кто-то его уже, типа, принял на работу в Яндекс. Хотя на самом деле у Яндекса пока что таких машин не значится. А вот это уже пародия на Кибертрак. С калужскими номерами. Хрен знает, что это такое на самом деле. Но есть над чем посмеяться. А вот кто-то тут уже и зенитку прифотошопил. К тесляку. Ну что, что же приколь. А вот тут еще прикольчик. Откуда это могло взяться? Весело-весело. Спору нет. А вот хрюшки отдыхают в кузове. Надо сказать, хрюшки большие. Очень большие. Потому что отсюда досюда почти два метра. Хотя мне кажется, что просто кто-то фотошопил по-идиотски. Вот смотрите. Вот этот агрегат. А вот его бьют кувалдой. Он сделан из нержавы. И надо сказать, он действительно крепкий. Видно, что бьют кувалдой с усилием. Вот он поехал. Довольно-таки. А вот он перетягивает Форд Рептор. Но надо сказать, что он почти вдвое мощнее этого Форда. Так что перетянуть его вполне себе может. Вот сколько лошадиных сил, это даже очень интересно. Ну вот. Кидаются железным шариком в него. Ну, все-таки разбили стекло. Но говорят, далеко не с первого раза. А вот кидает перед этим. Говорят, несколько раз кидали, не разбили. Ну, вот и салон. Салон, конечно, я уже показывал. Но смотрите еще. Так, немного спортивно все. Вот это квадрик, который они анонсировали. Но он далеко до этого квадрика еще. И вот снова показывают, как он едет. Но это пока что он едет по дороге. Вот смотрите, как разгоняется. Вот это все по дороге ездит. Ну что? К сожалению, что-то найти какие-то кадры вне дороги пока что не удалось. Но давайте подумаем. Эта машина является довольно крутой и статусной. Она должна обладать примерно такой же статусностью. Ну, как, например, Toyota Land Cruiser 200 или Mercedes Гелендваген. То есть такой же крутой внедорожник, как Infiniti QX80. В общем, эта машина далеко не бытового применения. Но в то же время в быту, по-моему, это одна из самых оптимальных тесел. Ну, про аппарельку мы уже говорили. Довольно забавная штука. Нечего сказать. Да-да, это та самая статусная машина, на которой должны ездить те люди, которые живут в достатке. Именно они основные покупатели Теслы в целом. Ну, и, скорее всего, кибертрака в частности. Конечно же, те, кто переживает за свою жизнь, тоже могут оценить бронированные стекла и довольно крепкий кузов, сделанный, обратите внимание, из нержавейки. Даже не из алюминия, а именно из нержавейки. Который даже красить не нужно. И поцарапать не страшно. А еще такая машина без особого тюнинга сгодится в качестве инкассаторки. Хотя не знаю, что скажут инкассаторы на этот счет. В общем, подведем общий итог той и другой машины. Вот, видите, одна машинка уже носит номера, и вот она уже в потоке. Но это там, в родной Америке. Но вот на конвейер Кибертрак еще не встал. Так что пока что каких-то практических отзывов о нем немного. Да, впрочем, как и про этот Райвен. потому что он только-только встает на конвейер. Но, конечно, капот, превращенный в багажник, выглядит потрясающе. Правда, не мешало бы, чтобы крышка капота открывалась вместе с фарами. Так было бы намного лучше и намного удобнее. Особенно, если туда кидать запаску. А вот тот же Кибертрак, как мы уже показывали с Тентиком, Тентик действительно удобный. А в то же время тот же Райвен обладает вот этим самым гиртуннелем, чего у Кибертрака не было, нет и, видимо, никогда не будет. В такой гиртуннель можно уложить столько всякого полезного добра, что дальше ехать некуда. Вот, как мы видим, Тесляцкий салон. Весьма такой футуристический, немного непривычный для многих, особенно руль. Ну и, конечно, дисплей. вот почему-то вот тут дисплей отсутствует, что само по себе странно. Хотя это крайне неудобно. Получается, что все приборы находятся здесь? Странное дело. Это совсем неудобно, привыкать нужно. А то, как шутку говорят, посмотрел на спидометр, до столба остался метр. Вот у Равиена, как мы видим, таких проблем гораздо меньше. Все гораздо привычнее. Вот, у него спидометр, тахометр и тому подобное. Хотя, я не знаю, есть ли у него тахометр. А вот это уже, так сказать, вспомогательный дисплей. Бортовой компьютер, так скажем. Ну и, конечно, обычные нормальные кнопки, к которым привык любой шофер. Но, как мы видим, карданно-выхлопной туннель отсутствует, поэтому пол абсолютно ровный. Чувствуешь себя в такой хорошей статусной машине наподобие того же 200-го крузака или там Кадиллака Эскалейда. А вот задние сиденья в салоне Тысляцкого пикапа Кибертрак. Ну вот, крыша прозрачная, бронированные стекла, наверное, такие же, как и сбоку. И вот, в принципе, человек вполне сидит нормально, может даже немножко выпрямиться, но с небольшими изменениями. Все-таки тут крыша скошенная. Поэтому это будет сложнее, чем в Райвене. И вот заднее сиденье в салоне Райвена. Приятные такие вот тут подлокотник откидывается. Вероятно, USB-порты, подстаканники. Вот тут дефлектора. отлично дует на ноги. Пол, разумеется, ровный. Ну, как и в любом равном внедорожнике. Что вы хотели? Тем более электрическом. найти найти какую-то вразумительную картинку, где находится у кибертрака запаска, мне лично не удалось. Но вот тут в одном из предыдущих проектов, который не был реализован, вот тут просто запаска брошена в кузов, как будто я не знаю что. И занимает она, надо сказать, значительную его часть. Что, в принципе, не более-то красиво и не более-то удобно. Вот смотрите, вот где находится запаска Райвина. Она находится под крышкой внутри кузова, то есть под полом. А это крайне неудобно, особенно если этот кузов гружен. Придется его разгружать, а потом только доставать запаску, а потом снова загружать. И это в ливень 20-ти градусный мороз или еще как-нибудь. А уж если за рулем сидит, например, беременная женщина, то как тогда? И это вообще будет не под силу. Все же у Райвина, как позже показывали, есть капот, превращенный в багажник. Вот лучше бы туда запаску положили. Гораздо удобнее было бы. А вот водительское место в Райвине. Выглядит оно довольно-таки приятно, удобно. Вот видите тут переключатели и тому подобное. И вот этот дисплей тоже в принципе виден и всегда доступен для шоферского пальца. Вот найти руль шоферского ракурса к сожалению не удалось, но вот смотрите как это выглядит со стороны двери. Вот видите тут педали кстати очень близко расположены. Видимо про левую ногу можно будет забыть вот и работать только правой. Ну и конечно вот этот самый руль никаких рычажков на рулевой колонке нет. Где повороты включать непонятно. в общем может быть конечно я чего-то не знаю. Но вот видно что дисплей конечно огромный но он немного в стороне и на него надо все время оглядываться. Что само по себе совсем неудобно. В общем что Тесла что Райвин пока еще нуждаются в огромных доработках чтобы стать более-менее утилитарными машинами. Но конечно статусность их потрясает. Да и конечно множество новизны тоже потрясает. Райвин в то же электромобиль имеет определенные плюсы абсолютно любой. Во-первых ему не нужно менять масел фильтров и тому подобных расходников. Он может быть весьма дешевым в эксплуатации даже если он такой. Особенно при нашем дешевом российском электричестве которая стоит довольно дешево по сравнению со многими другими странами. В тех же Соединенных Штатах электричество вдвое дороже. Вот посмотрите как этот Райвин едет. Поэтому в принципе конечно те кто говорят что вообще давно пора переходить на электромобили не совсем право. Дизельные машины они еще жить будут долго и еще долго будут востребованы. Но с другой стороны какой-то конкурент дизельному или бензиновому мотору конечно же нужен. И это прекрасно что он есть. Ну что ж всем хороших дорог хороших машин хорошего автостопа подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте которую видите на экране и конечно же на наш YouTube канал ставьте лайки комментируйте интересно узнать что вы думаете о нашем видео ну а на сегодня все надеюсь вам понравилось у что у тайн 2 2 5 5 6 6